4 легких способа, как разблокировать телефон, если у вас есть доступ к Apple ID или его нет. Если под рукой есть компьютер или Mac, либо его нет. В общем, если ты сейчас смотришь это видео, значит у тебя точно получится разблокировать свой телефон. Всем привет! С вами Константин и вы на канале крупнейшей сети сервисных центров в России, Pedant. И на этом канале мы делаем все возможное, чтобы подружить вас с вашими смартфонами. Сегодня мы рассмотрим 4 способа разблокировки айфона. Не забудьте поставить лайк и подписаться на наш канал, чтобы быть в курсе всех проверенных лайфхаков. Для начала отвечу на самый распространенный вопрос. Сколько раз можно ввести пароль до того, как телефон заблокируется? Ответ 5 раз. Кому-то, кстати, везет больше. Однако после пятой попытки неправильного ввода айфон заблокируется на 1 минуту, после шестой попытки на 5 минут, после седьмой на 15, а после восьмой на час. Согласитесь, подбирать комбинации и тратить на это десятки часов не хочется никому. К тому же, когда в мире есть куда более эффективные методы разблокировки. Поехали! Первый способ – сбрасываем пароль с помощью специального софта. Таких приложений достаточно много, и принцип работы всех плюс-минус идентичный. Один из которых мы уже упоминали в нашем видео. Ссылку оставлю здесь. Сегодня рассмотрим программу Reboot. Важно помнить, что после этого способа на вашем телефоне удалятся все данные. Поэтому, если у вас нет резервных копий, вы рискуете потерять несохраненный контент. Скачивайте Reboot на свой компьютер, подключайте к нему телефон, и на главном экране компьютера нажмите «Войти в режим восстановления», затем «Выйти из режима восстановления». Эти две кнопки могут помочь вам решить проблему с программным сбоем. Однако, нам нужно идти дальше и нажать кнопку «Начать». Кнопка «Стандартный ремонт» сохранит ваши данные на телефоне, а вот «Глубокий» – увы, нет. После чего вам предложат скачать последнюю версию iOS, и вам останется нажать на кнопку «Начать ремонт». После завершения сброса отключите iPhone, и готово. Какие итоги и выводы я могу сделать по этой программе? Какой мы видим смысл в ней? На самом деле никакого. При наличии True Tools. True Tools – наше все. Но, возможно, вы думаете иначе. Какой из программ пользовались вы? Поделитесь своим опытом в комментариях. Второй способ. Разблокируем iPhone через iTunes. Механизм работы разблокировки через iTunes очень похож на первый способ. Вам также необходимо подключить iPhone к компьютеру через кабель. Затем нужно перевести телефон в режим ДФУ. В диалоговом окне iTunes выбрать «Восстановить». Далее «Восстановить и обновить». Подтвердить загрузку и установку последней версии iOS. Дождаться обновления и подтвердить сброс настроек. Отключить iPhone от компьютера и активировать его заново. Разница между первым и вторым способом в том, что во втором случае вам нужно будет вручную вводить телефон в режим ДФУ. Но с нашей инструкцией вы сможете это осуществить. Инструкцию прикреплю для вас под видео. Третий способ. Разблокируем iPhone без компьютера. Если у вас есть доступ к учетной записи Apple ID, вы можете зайти на сайт iCloud.com и с помощью сервиса «Найти iPhone» сбросить телефон до заводских настроек. Все данные на устройстве будут, к сожалению, стерты, но оно разблокируется. Затем вы сможете подключить в удобное для вас время iPhone iTunes и воспользоваться последней резервной копией для восстановления. Этот способ работает только в том случае, если заблокированный телефон подключен к Wi-Fi или мобильному интернету. И если вы знаете свой ID. Перейдите по адресу iCloud.com и залогиньтесь. В открывшемся окне выберите «Найти iPhone». В выпадающем меню сверху выберите «Свой iPhone». Дождитесь загрузки и выберите «Стереть iPhone». Подтвердите сброс и активируйте iPhone заново. Это наиболее доступный и легкий способ при условии, что вы имеете доступ к учетной записи. Единственный нюанс в том, что люди, которые не помнят четырехзначный пароль, вряд ли помнят свой пароль от Apple ID. И завершающий, четвертый способ, как сбросить iPhone через MacBook. Поехали! Запустите на MacBook приложение «Локатор». В левом верхнем углу выберите «Устройство», нажмите на свой iPhone и дождитесь загрузки. На карте напротив иконки смартфона нажмите «I». В открывшемся окне выберите «Стереть» и подтвердите завершение. И в завершении хочется отметить, чтобы все эти методы работали на заблокированном телефоне, должна быть включена функция «Найти iPhone». Обязательно подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить выход новых роликов. С вами был Константин и канал крупнейшей сервисной сети в России «Педант». С нами все наладится. Всем спасибо. Всем пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!